Так вышло, что среди моих друзей и знакомых практически нет ни одного миллионера. Именно поэтому вопрос о том, стоит или не стоит брать китайский автомобиль, я слышу особенно часто. Именно для того, чтобы ответить на этот самый вопрос, мы снимаем нашу сегодняшнюю программу в движении. С вами, как обычно, я, Дмитрий Лисов. Поехали! Сегмент компактных кроссоверов отъел свою долю рынка, увеличив общее свое число до 30%. Поэтому и сегодня в нашей программе мы поговорим о одном из самых привлекательных и интересных китайских компактных кроссоверов Lefani X60. Это не такой уж и компактный кроссовер в очень интересном, уникальном, ярком дизайне и оснащенный достаточно хорошим пакетом опций. Итак, первое, на что стоит обратить внимание, это внутренний объем багажника. Он, не могу сказать, что сильно большой, но вот эта массивная такая тяжелая дверь, которая легко поднимается сама после отщелкивания кнопки, открывает нашему взору, а багажник объемом больше 400 литров. Кстати, хочу сказать, что водительское сидение отрегулировано под мой же рост почти метр девяносто. И оно не вызывает у меня никакого дискомфорта от водительского места. Здесь все достаточно скромно, но при этом очень лаконично и, я бы сказал, даже правильно. Цифровые жидкокристаллические датчики на центральной панели очень точно, ярко и безошибочно указывают вашу текущую скорость, количество оборотов. Нижняя зона, в которой находятся рычаги управления климатической системой, выполнена абсолютно без прикрас, можно сказать, в очень минималистичном стиле. Но при этом сделана она качественно, добротно, надежно. Лично мне ничего больше даже и не хочется здесь видеть. Вариантов двигателей и коробки передач не так уж и много. Я бы сказал, в общем-то, нет совсем. Это стандартный двигатель объемом 1,8 и мощностью 124 лошадиных силы. И пятиступенчатая механическая коробка передач. Но надо отметить, что этого набора более чем достаточно для комфортного передвижения за городом. В городе комфортно можно передвигаться вообще на первых двух, максимум третьей передачи. Назвать управляемость эталонной я, наверное, все-таки не могу. Но настройки подвески и рулевого управления здесь достаточно гармоничны именно для наших российских реалий. Подвеска достаточно длинноходная и мягкая. Позволяет не сильно оттормаживаться перед лежащими полицейскими и столь часто встречающимися на наших дорогах ямах. Китайский автопром приживает код бурного развития, о чем свидетельствует не только рост объема продаж, но и регулярное расширение модельного ряда. Класс малых кроссоверов становится популярным во всем мире. Почти каждый производитель уже имеет модель в этом перспективном направлении. Либо очень активно пытается в него войти. LeFan X60 мобиль обладает современной внешностью. Имеет высокий дорожный просвет, вместительный багажник. Ну и, конечно же, просторный пятиместный салон. А за сравнительно небольшие деньги вы получаете качественный современный автомобиль с богатым набором опций, которые отвечают всем своим требованиям. Автоцентр Юразия официальный дилер по продажам китайских автомобилей в Владимирской области. С жесткими обязательствами по цене, качеству обслуживания, по ремонту, современным выставщим шоурум, собственный авторизованный сервисный центр. А в центре Юразии качество плюс идеальная цена. Еще полезная информация для тех, кто все-таки беспокоится о качестве бензина, которым он заправляет свой автомобиль. Мы во время наших тест-драйвов заправляемся исключительно на заправках сети Ростех, которые гарантируют нам качество своего бензина. Что ж, LeFan X60 автомобиль очень интересный. У него очень богатая комплектация, у него прекрасные параметры соотношения двигателей, коробки передач. А если еще раз вспомнить о стоимости этого автомобиля, которая немного превышает 500 тысяч рублей, то, в общем-то, сомнения, наверное, отпадают. Действительно достойный автомобиль за очень умеренные и адекватные деньги.